В Арцизе действует спортивно-оздоровительный клуб, который создан для того, чтобы сюда приходили с семьями. Здесь и взрослые, и дети найдут занятие по душе. Инициатором этого проекта стал священнослужитель, протеерей, отец Геннадий. Интересно то, что в Арцизе был популярен скаутинг. В этом движении было задействовано около ста детей. Затем, с появлением тренера по дзюдо, при храме был открыт зал, в котором занимались группы разных возрастов. А потом родился проект создания спортивного комплекса по типу больших городов. Об этом нам рассказала администратор байк-клуба Василиса Мартынова. Занимались при храме, у нас тоже был там тренажерный зал, и было очень много групп разных возрастов по дзюдо. То есть, начиная от 4 лет до 30, приходили и взрослые мужчины, и детки. Были очень интересные тренировки, и нам стало не хватать места. И отец Геннадий начал задумываться о том, чтобы сделать еще больше проект, чтобы еще больше можно было задействовать людей. И вот так вот родился проект байк-клуб. Очень долго мы искали место. У нас еще была команда, которая активно занималась, они были фанатами футбола. И вообще с этого началось. Мы нашли помещение, и тоже туда приходили родители со своими детьми, которые болеют за футбол, которые искренне желали вместе находиться рядом со своими родителями. Байк-клуб создан в центре Арциза в бывшем магазине техники и действует в течение трех лет. На первом этаже расположены классы болгарской школы, где дети изучают болгарский язык и литературу, историю и географию. Здесь читают познавательные лекции. На первом этаже также у нас есть раздевалка и три теннисных стола. Для мужчин, которые очень любят теннис, у нас достаточно много, как оказалось, горожан, которые очень любят теннис, и они очень часто здесь тренируются. В клубе для детей открыты секции футбола, гимнастики, танцев, растяжки. Для взрослых тоже растяжка, а также фитнес, зумба, тренажерный зал. Мы воспользовались тем, что в зале было временное затишье, и попросили тренера и администратора показать нам тренажеры в действии. Это у нас тяга нижнего блока. Здесь очень хорошо работают широчайшие мышцы спины. Что тут нужно запомнить? В начале упражнения главное не подключать ручки. Мы берем, это у нас железная рукоять. Я не готовилась. Спинка у нас ровненькая. Мы расслабляем ручки, тянем на себя, лопатки сводим и выдыхаем. Стараемся, упражнение будет окончено тогда, когда лопатки будут сведены, то есть они направлены к друг другу как можно ближе. Вес у нас пока что минимальный, но в дальнейшем мы можем добавлять. И это тоже очень хорошее упражнение, которое исправляет осанку. В танцевальном зале занимаются дети и взрослые. Здесь происходит ЛФК, здесь происходит хореография, растяжка и тверк. Есть еще укомплектованный зал для занятий дзюдо, но пока в клубе озадачены поиском тренера. Спортивный комплекс включена также раздвижная сцена в парковой зоне. Здесь в теплое время года собираются отдыхающие. Наталья Слободяна и Юрий Слободяна и Безарабский медиахолдинг.